Очень часто меня просили рассказать про тайский бокс, как он здесь проходит, как можно приехать потренироваться, ну и так далее и тому подобное. Раскрыть всю тему в одном видео довольно сложно, поэтому сегодня мы начнем с малого. Мы посмотрим, как же проходят бои на самом известном стадионе Пукета, Бангла Муайтай Стадиум. Но посмотрим мы их не просто так, а зайдем за кулисы и увидим всю кухню, как же это происходит с точки зрения бойца Муайтай. Для того, чтобы попасть за кулисье, нужен человек, который непосредственно участвует в боях. И такой человек нашелся, зовут его Никита, это наш общий знакомый, который сегодня как раз и выступает на том самом ринге, в профессиональном тайском боксе. Я не очень хочу мешать Никите готовиться к бою. Я спросил у него разрешение, можно ли задать ему несколько вопросов, пока ему наматывают на руки бинты. Он ответил положительно, поэтому сейчас буквально несколько нюансов подготовки. Что он чувствует, как он чувствует. Никита, первый самый вопрос. Это какой по счету твой бой здесь в Таиланде? Третий. Ну и как ощущения именно тайских боев? Ну пожестче они, они пожестче. Тут врачей нет. Вот в Украине с экипировкой, со шлемом, с накладкой на ноги. Бои проводятся по регламенту меньше. Три раунда по три минуты. Здесь пять раундов по три минуты. Здесь больнее, да. Здесь можно бить куда угодно. Да, кстати, по яйцам можно бить. Но просто это из солидарности никто не делает. А прямо перед самым боем, вот сейчас тебя бинтуют, что у тебя в голове? Да практически ничего. Ну просто, просто никаких мыслей. Пробегают какие-то картинки, но я их не думаю. Ты нервничаешь? В любом случае волнение присутствует у любого бойца. Кто говорит, что не бзит, тот врет. Выброс адреналина больше всего происходит, когда ты сидишь здесь и ждешь своего боя. Когда ты выходишь на ринг, ты уже стоишь и думаешь, мать твою, давай начнем это дерьмо уже. И рэфери говорит, поехали. И все, уже ничего не чувствуешь. Все, теперь пришло время идти в ту самую комнату, где бойцы готовятся. То есть вот это и есть комната, где готовятся спортсмены, правильно? Я так понимаю? Где готовятся и где потом отходят. Я видел, как чувак здесь лег и лежал. А почему Таиланд? Почему ты здесь? Я здесь потому, что хочу испробовать себя на тайском ринге. Вообще у меня есть 100 различных целей очень интересных. И это входит, так сказать, в мою общую картину мира и то, чего я хочу достичь. У тебя было желание побиться здесь? Было желание, да. Приехать в Таиланд, тренироваться 4 месяца и подраться с Таиландом. На улице или на ринге? На ринге. Профессионально бою. Дальше во Вьетнам. Сделать 3 добрых дела во Вьетнаме. Когда ты на ринге, когда прошел первый раунд, ты садишься и тебе тренер что-то советует. После второго раунда что-то советует. Ты слышишь это? Ты воспринимаешь это? Можешь ли ты потом это воплотить? Или это так на фоне где-то и ты уже ничего поменять не можешь в своей тактике? Это зависит, во-первых, от подготовленности бойца, насколько физические возможности ему это позволяют. Во-вторых, это зависит от того, каких пистюлей ему дали в первом раунде. Может ли он нормально все соображать? Третье, от того, насколько тренер грамотно может донести все до своего ученика. Вкратце и понятно. Но у тебя было такое, что ты вот слышал это и действительно то, что он сказал, сделал и это помогло? Да, лоб в этом хорош. Он делает очень короткие подсказки и очень эмоциональные. Их запоминаешь. Если бы наши зрители понимали его подсказки, там было бы сплошное пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И какая-то вещь, которая действительно поможет. То есть он говорит, кретин, дебил, да, ты что делаешь? Ну вот у него такой стиль. Типа того, да? Да, у него такой стиль. Я понимаю, улучшаю, чем у остальных. Но это наш менталитет. Нам матом легче понимается. Да. Кстати, друзья мои, на самом деле здесь мы находимся не одни. Вы уже знаете Саню. Он у нас участвовал несколько раз в видео. И Саша, как вы помните, является тренером по муай-тай. И я не скажу, ты не тренер, Никита. Нет, не тренер. Но ты консультант. Давай это так назовем. Можно так сказать. Да. Шутки шутками, но Саня имеет непосредственное отношение к тому, что Никита сейчас находится на Пукете. Живет вот той жизнью, которой он живет. Тренируется и так далее. Как так получилось? Вообще, как вы познакомились? Дело в том, что у меня есть канал I Love Muey Thai. Это обучающие видео обзоры кэмпов в Таиланде. И так получилось, что я создал проект, который называется На Пролом. И Никита в нем участвовал. Ссылка на канал Саня находится внизу, так что не забываем подписываться. У Никиты вообще там история такая. Он на наркотиках сидел, слез с наркотиков. И да, потому там история такая прям интересная. Да, потому если интересно, заходите, посмотрите. А что значит, что это за проект? Что ты делаешь там? Ты кого-то, не знаю, пиаришь, ты что-то продвигаешь. Ребята, я продвигаю здоровый образ жизни и хочу дать возможность ребятам, у которых есть желание, значит, пробиться на профессиональный ринг. Ребята приезжают, выступают, тренируются. Им нужно только деньги на билет. Жилье, тренировки, здесь это все им оплачивается. Как-то так. То есть, подожди, ты находишь, где тренироваться, где жить, сводишь их с тренером хорошим и так далее. Да, конечно. И также организовываю им профессиональные поединки примерно раз в месяц. Я живу здесь на полу, в своем кэмпе. У меня там вентилятор офигительный, дует хорошо. И матрасик классный. Но раньше и матраса не было. А сейчас потихоньку поднимаюсь, уже домер люкс. И сколько ты платишь за это? Я не плачу за это, я живу, дерусь за него. Он получает свою прибыль от моих боев. Я получаю свою прибыль. Вот, господа, один из способов, как дешево, скорее всего, даже бесплатно жить в Таиланде. А зачем тебя натирают? Это мазь, которая очень сильно разогревает тело. Когда ты намазан, ей удары чувствуются меньше. И ты можешь бить плотнее. Видишь, как он мне только что владил живот? Это он делает для того, чтобы не повредились внутренние органы. Он тоже их разогревает. И это полностью все тело так делает? Да. Это для того, чтобы когда локтями били, чтобы не рассекало сильно. Еще один важный вопрос. Я знаю, что перед любым боем бойцы танцуют ритуальный танец, который называется вайкру. Этот танец всегда что-то обозначает. Вот какие движения у тебя, что они у тебя будут обозначать? Я подошел к тренеру, сказал, танцы танцуют вайкру. И все перед боем танцуют вайкру. Научи меня танцевать вайкру, тренер. И он мне показал движения, которых значение я не знаю. Это движения нашей школы. Нашей школы Муальдай. И она характеризует какие-то определенные уклоны в тренировках. Но я их не знаю, потому что у меня барьер некий языковой есть. То есть даже независимо от того, что бить туда можно, но никто не бьет, все равно одевают специальную защиту на всякий случай. Да, если случайно попадут. Ну и кому-то, возможно, захочется. Если уже крайняя ситуация наступит. Но выглядит очень весело эта хрень. Выглядит она бронированная. В Украине одевают такие, как пластиковые. А это железная. Это железная? Да. Он повалился и одел мне на голову Монконг, ритуальный головной убор, который просто дает удачу. Кстати, здесь это все оплачивают. И по сравнению с СНГ они плохо. По крайней мере, по сравнению с Украиной. Но получаешь ты, независимо от того, выиграл ты бой или проиграл, вышел, получил, хоть даже упал через 10 секунд. 4 тысячи бат. За один бой? Да. А в Бангкоке? 27. Независимо от твоей уровня подготовки. Тебя туда просто не возьмут, если у тебя не будет его. Тебя туда просто не возьмут, если у тебя не будет его. Тебя туда просто не возьмут, если у тебя не будет его. Тебя туда просто не возьмут, если у тебя не будет его. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня к тебе есть несколько вопросов по поводу боя. Вот ты как тренер, скажи, какие были недочеты у Никиты? На самом деле... Именно недочеты. То, что хорошо он сделал, мы видели. Значит, есть такие недочеты, как не готовил локти, то есть их нужно обязательно готовить из-под передней руки. Это первое, второе, он опускал голову при нанесении атаки чересчур. То есть его нужно опускать, да, то есть нужно все видеть. Обязательно в порядке в бою нужно все видеть. А так, пот и труд все перетрут, ребят, тренируйтесь. Но в принципе, его бой понравился. Я вообще люблю нокауты. Да, кстати, вы заметили, да? Нокаут во втором раунде, это наш чувак, все в порядке. Это уже не первый раз у Никиты фишка, это локти. Да? Да, он до этого вырубил, значит, иностранца, араба тоже, значит, локтя. Друзья мои, не забываем подписываться на канал Сани. Ссылочка внизу, там действительно много интересного. И он расскажет историю Никиты, почему он здесь, что он здесь делает. Ну и, собственно, вы увидите его достижения непосредственно здесь. Спасибо тебе, Сань. Спасибо тебе, Макс. До встречи. Удачи. Ну что ж, дамы и господа, в принципе, наш вечер подошел к концу. Никит, большое тебе спасибо за то, что я, во-первых, показал нам всем, как все здесь происходит. Потому что, на самом деле, мы впервые, если честно, зашли за кулисы. Тебе спасибо, Макс, что пришел посмотреть. Мы попытались по максимуму рассказать, как ты, кто ты, что ты и так далее. Твои планы на будущее? Вот именно в тайском боксе. Я проведу здесь один или два поединка и закончу... В Бангкоке? Ну, я не знаю, как получится. Как получится? Ну да, конечно, было бы неплохо. Хорошие деньги. И я думаю, что в любом случае, даже если я не выиграю, хотя буду стараться выиграть, и если я при этом не попаду в госпиталь, то я буду рад. Мы желаем тебе действительно серьезных успехов, как в тайском боксе, так и в осуществлении всех ста твоих мечт. А у тебя есть в списке переспать с тайкой? Нет. Как нет? Ну, уже... Это кроме списка, я понял. Хорошо. Ладно, спасибо тебе огромное. Давай, до встречи и удачи тебе. Пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok